Стихотворение «Как часто пёструю толпою окружён» Михаила Лермонтова Полный текст стихотворения вы сможете найти в первом комментарии к этому видео. Как часто пёструю толпою окружён, Когда передо мной, как будто бы сквозь сон, При шуме музыки и пляски, При диком шёпоте затверженных речей Мелькают образы бездушные людей Приличьем стянутые маски, Когда касаются холодных рук моих С небрежной смелостью красавиц городских Давно бестрепетные руки, Наружно погружась в их блеск и суету, Ласкаю я в душе старинную мечту Погибших лет святые звуки. И если как-нибудь на миг удастся мне Забыться памятью к недавней старине, Лечу я вольной-вольной птицей, И вижу я себя ребёнком, И кругом родные всё места, Высокий барский дом, И сад с разрушенной теплицей, Зелёной сетью трав подёрнут спящий пруд, А за прудом село дымится, И встают вдали тумана над полями. В аллею тёмную вхожу я сквозь кусты, Глядит вечерний луч, И жёлтые листы шумят под робкими шагами. И странная тоска теснит уж грудь мою, Я думаю об ней, Я плачу и люблю, Люблю мечты моей создания С глазами полными лазурного огня, С улыбкой розовой, Как молодого дня За рощей первое сияние. Так царство дивного всесильный господин Я долгие часы просиживал один, И память их жива поныне Под бурей тягостных сомнений и страстей, Как свежий островок безвредно средь морей Цветёт на влажной их пустыне. Когда ж, опомнившись, Обман я узнаю, И шум толпы людской Спугнёт мечту мою На праздник, незванную гостью, О, как мне хочется Смутить весёлость их И дерзко бросить им в глаза Железный стих, Облитый горечью и злостью. Краткий анализ стихотворения, Как часто пёструю толпою Окружён Михаила Лермонтова. Это стихотворение было написано Под впечатлением от костюмированного бала, Который давал в честь новогодних праздников И на котором присутствовал сам император. Именно поэтому Николай I воспринял данное произведение Как оскорбление лично для себя. Тема стихотворения Обличение светского общества Бездушного, холодного И постоянно скрывающегося под масками. Условно, произведение можно разделить на три части. Первая состоит из двух стров И описывает чуждый поэту мир, Шумный и блестящий, но пустой внутри. Вторая часть – это рассказ О его светлых мечтах, Когда прошлое и воображаемое Для него дороже настоящего и реального. И в третьей части Лирический герой бросает вызов Веселящимся людям. Жанр стихотворения – гражданская лирика. Стихотворение написано четырехстопным И шестистопным ямбом. Что касается литературных приемов, То в стихотворении встречаются Такие приемы, как эпитеты Пестрая толпа, бездушные люди, Холодные руки, старинная мечта, Вольная птица, метафоры Ласкаю мечту, село дымится, Желтые листы шумят, Шум толпы спугнет. И сравнение – Как молодого дня за рощей первое сияние, Как свежий островок безвредно средь морей. Если вам понравилось это видео, То ставьте лайк И не забывайте подписываться на канал.